предсказательница по физике указала на эти задачи в этом году файлик в описании расставлены они по увеличению сложности также в файлике есть подсказки что нужно использовать в каждой задаче готов поехали вольт амперная характеристика сокращенно вах лампа накаливания изображена на графике при потребляемой мощности 24 вата температура нити ламп достигает 4200 кельвинов сопротивление нити ламп прямо пропорционально ее температуре найдите чему равна температура нити накала если на лампу подать напряжение 6 вольт начнем с графика ага зависимость напряжения силу тока мощность это произведение силы ток на напряжение тогда 24 вата на этом графике достигается в одной крайней точке хорошо с графиком разобрались начнем решать при 24 хватах ток будет 2 ампера а напряжение 12 вольт также на вах лампочки найдем напряжение 6 вольт ему соответствует ток 1,4 ампера а что еще сказано в задаче что температура пропорционально сопротивлению тогда сопротивление в первом случае по закону ома получится 6 ом во втором случае дробь 37 ом а теперь запишем пропорцию отношения сопротивление 1 к температуре 1 равно сопротивлению 2 температуре 2 выразим отсюда т2 подставим числа сократим каждой твари по паре и получим 3000 кельвинов свет лампы изменится с естественного до теплого дальше примерно также просто на шероховатом непроводящим диске расположенного горизонтальной плоскости лежит точечное тело находящийся на расстоянии 0,5 метра от центра диск и несущий заряд 75 микрокулон диск равномерно вращается вокруг своей оси против часовой стрелки как показано на рисунке совершая 0,5 оборота в секунду да да это чистота коэффициент трения между телом и поверхностью диска равен 0,6 какой должна быть минимальная масса m тело для того чтобы в однородном магнитном поле с индукцией 2 тесла направлено вертикально вверх тело не скользило по поверхности диска конечно это задача на силу сила а нет сила лоренца на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле действует сила лоренца да та самая которая по правилу левой руки определяется если заряд положительный то линии магнитной индукции должны входить в ладонь четыре вытянутых пальца указывать направление движения заряда на данном рисунке скорость направлена на нас так что успеваю ворачиваться от летящих зарядов тогда направление силы лоренца укажет отогнутый большой палец в любой точке движения по окружности сила лоренца будет действовать из круга нарисуем тогда 2d рисунок и покажем силы действующие на тело слева пунктирной линии покажем центр диска сила лоренца будет направлено из круга сила трения всегда противодействует движению и будет направлен к центру круга вверх будет действовать сила реакции опоры вниз сила тяжести центр стремительное ускорение будет направлено к центру круга ось x направим влево тогда по оси x сила трения будет с плюсом сила Лоренца с минусом и равно ма с плюсом, потому что направление оси совпадает с направлением ускорения по оси y. Направим ось y вверх, тогда сила реакции опоры с плюсом, сила тяжести с минусом. Раскроем все формулы на оси x. Мю mg по поводу силы Лоренца. Угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции 90 градусов. Значит синус будет равен единице. Получается минус qvb и равно это массе умножить на центростремительное ускорение. Выразим отсюда массу, перенесем все, что с массы в одну часть и общий множитель m за скобки. Осталось разделить на дробь, подставить числа и ответ готов. Или не готов. Скорости у нас нет, но есть частота. В движении по окружности скорость находится как длина окружности делить на период, за который точка совершила полный оборот. А если здесь заменить период на частоту, то все получится отлично. Подставляем вместо скорости данное произведение и получаем не менее страшную формулу, но в ней уже все известно. Ответ 0,22 грамма. Не трудно? Я тоже так думаю. Двигаемся дальше. Батарея из четырех конденсаторов электроемкостью C1-2C, C2-C, C3-4C и C4-2C подключена к источнику постоянного тока CDS и внутренним сопротивлением. Определите энергию конденсатора C2. Посчитаем общую емкость соединения данных четырех конденсаторов. C2 и C4 соединены параллельно. Тогда емкости просто складываем и получаем 3C. C1 и C3 тоже соединены параллельно. Тогда емкости складываем и получаем 6C. Дальше соединение последовательное. И его будем считать как параллельное соединение резисторов. Сделаем общий знаменатель, уберем третий этаж, закинув его на первый, сократим все что можно и получим 2C. Также скажем, что заряд слева на конденсаторах 1 и 3 будет такой же, что и справа на конденсаторах 2 и 4. Напомню, заряд равен произведению емкости на напряжении. Общая емкость всей цепи 2C, а напряжение на источнике E, значит будет 2CE. Теперь рассмотрим конденсатор 2 поближе. Так как пары конденсаторов соединены последовательно и C2 соединен параллельно с C4, а напряжение на параллельных ветвях одно и то же, напряжение на втором конденсаторе равно напряжению на четвертом и на обоих конденсаторах сразу. Тогда подставляем в ту же формулу, но теперь вместо заряда 2CE, а вместо C 2,4 суммарную емкость 3C. Получаем, что напряжение на втором конденсаторе будет равно 2E делить на 3. Подставляя формулу Cu в квадрате делить на 2, все полученные значения и немного причесав, получаем 2E в квадрате C делить на 9. Не все понятно? Окей. Тогда давай оттолкнемся не от напряжения, а от заряда. Напоминаю, заряд все так же равен емкости умножить напряжение. Да, у нас тут емкость пропорциональна заряду. Тогда общая емкость конденсатора 2,4 делить на емкость конденсатора 2 равно заряду 2,4 на заряд 2. Выражаем отсюда заряд на конденсаторе 2A и подставляем в другую формулу энергии конденсатора. Но ответ, как и ожидалось, никак не изменится. Тяжело? Как сказал один мудрый человек, тяжело в решении, легко на ЕГЭ. Поехали дальше. На рисунке показана схема электрической цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 12 Вольт и внутренним сопротивлением 1 Ом. Также на схеме присутствуют 2 резистора с сопротивлением 7 и 4 Ома, конденсатора электроемкостью 3 микрофарада и катушки с индуктивностью L. Определите индуктивность катушки L, если известно, что после размыкания ключа Ка на резисторе R2 выделилось количество теплоты равное 40 микроджоули. Сопротивлением провода катушки пренебречь. Посмотрим, как течет ток. Начинает он свой нелегкий путь от источника, после чего его ждет грозный ключ, который скоро разомкнется. Дальше есть два пути, идти на конденсатор и зарядить его верхнюю кладку или идти через резистор R2 и катушку. Пойдет он туда и туда, после чего последние испытания это резистор R1. Найдем тогда полное сопротивление цепи по закону Ома. Для полной цепи у катушки конденсатора нет активного сопротивления, поэтому делим ЭДС на сумму сопротивления получается 1 А. Конденсатор и резистор R2 находятся на параллельных ветвях, а в параллельных ветвях напряжение равно на каждой ветве, поэтому напряжение на конденсаторе получится равно ток умножить на сопротивление R2. Ток умножить на сопротивление R2 равно 4 Вольта. Энергию конденсатора найдем по знакомой уже нам формуле из прошлых задачек. Получится 24 микроджоул. Когда ключ разомкнут, энергия, которая накопилась на катушке и конденсаторе, разрядится в виде тепла на резисторе R2. Резистор R1 не будет входить в колебательный контур. Тогда энергию на катушке найдем в вычете из выделившейся теплоты энергию конденсатора. А дальше осталось только вспомнить, чем характеризуется энергия на катушке индуктивности и выразить индуктивность. Ответ. 32 микрогенри. И последняя задачка. Вдох-выдох и мы опять решаем. Металлический стержень, согнутый в виде буквы P, закреплен в горизонтальной плоскости. На параллельные стороны стержня опирается концами перпендикулярная перемычка массой 92 грамма и длиной 1 метр. Сопротивление перемычки равно 0,1 Ома. Вся система находится в однородном вертикальном магнитном поле с индукцией 0,15 Тесла. С какой установившейся скоростью будет двигаться перемычка? Если к ней переложить постоянную горизонтальную силу 1,113 Ньютона. Коэффициент трения между стержнем и перемычкой равен 0,25. Сопротивлением стержня пренебречь. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на перемычку. При движении перемычки в однородном магнитном поле возникает ЭДС индукции. Согласно правилу Ленца, индукционный ток, который возникает в контуре, будет препятствовать увеличению магнитного потока. То есть ток будет направлен в другую сторону. По правилу правой руки закручиваем пальцы по направлению линии магнитной индукции. Тогда ток будет двигаться по часовой стрелке. Но индукционный ток противодействует и будет направлен в противоположную сторону против часовой стрелки. Если это сложно, запомни одну вещь. Индукционный ток противодействует изменению магнитного потока. Здесь магнитный поток направлен от нас. Тогда индукционный ток будет создавать магнитное поле, которое будет мешать, то есть будет направлено в противоположную сторону. Теперь мы знаем направление тока и достаем другую руку из кармана. Определим силу ампера для перемычки. По правилу левой руки линии магнитной индукции входят в ладонь. Четыре пальца по направлению тока. Тогда отогнутый большой палец покажет куда действует сила ампера. Она будет действовать влево. Посмотрим тогда на перемычку сбоку в разрезе. В плоскости у нас будет рамка, линии магнитной индукции на данном рисунке идут вниз. Сила ампера все так же действует влево. Сюда же направлена сила трения, которая противодействует движению. Вправо сила 1,13 Н. Вверх сила реакции опоры, вниз сила тяжести. Ось Х направим вправо, ось У вверх. На ось Х тогда будет действовать сила тяги минус сила трения и минус сила ампера, равно нулю, потому что скорость постоянна. На ось У сила реакции опоры минус сила тяжести. Выразим тогда силу тяги и раскроем, что такое сила трения и сила ампера. Угол между вектором магнитной индукции и током 90 градусов, значит синус единицы. Так, найти нам нужно скорость, а где она здесь? Посмотрим, что мы не знаем. В этом уравнении, ага, не знаем ток, но знаем сопротивление. Попробуем выразить через ЭДС индукции. По модулю это отношение изменений магнитного потока за промежуток времени. Но ЭДС можно заменить на напряжение, а напряжение представить в виде произведения тока на сопротивление. А дельта F представим в виде B умножить на дельта S. S это площадь контура, которая находится в магнитном поле, и она меняется. Рамка же перемещается? Тогда скажем, что одна длина это дельта L, а другая просто L. Она никак не меняется. Так-так, а что такое дельта L? Делить на дельта T. Путь на время. Это скорость. Вот она наша скорость дорогая. Выразим тогда отсюда ток и подставим в уравнение оси Х. Перенесем сразу силу трения через знак равно и запишем вместо тока эту дробь. Остается выразить отсюда скорость. Вот они все данные, что нам нужны здесь представлены. Можешь поверить не на слово, а лучше проверь, но скорость получится равна 4 метра в секунду. Это видео было полезно, и тебе нужно еще парочку видео в таком формате, тогда ставь палец вверх, так я буду понимать, что дальше записывать. А также заходи в группу, там за пару дней я выкладываю условия задач к будущим видео, чтобы у тебя было достаточно времени подумать.